Всем привет! Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас на своем канале Зеленая Жизнь. Сегодня у меня посылка. Посылка и не одна. Это первая. Это первая. Давайте откроем ее вместе побыстрее. Давайте посмотрим, что же мне там пришло и как оно пришло. Выбрала сегодня эту посылку с ДЭК. С ДЭКом. Он у нас недавно открылся. Это единственная организация, где с меня потребовали паспорт. Представляете? Нигде такого не было, только там. Ну да ладно. Итак, что же у нас тут есть? Что же у нас тут есть? Так. Потихонечку. Это грунт. Это грунт, который мне пришлось заказать для этого растения. Почему? Потому что это, по-моему, единственное растение, куда я не смогу сделать свой безземельный абсолютно никак. А знаете почему? Потому что это... Это он. Посмотрите. Посмотрите, какой. Это не Пентес. Это мой хищник. Надо его открыть и посмотреть. Я очень переживала. Смотрите, как хорошо упаковано. Посмотрите. Сверху вот. А сделаны они, знаете, вот как вот здесь специально. Вот видите? Чтобы из кувшинок не вылилась их жидкость. Ну, как желудочный сок их. Там по-другому как можно назвать. Хотя вот это вот перевернуто. С нее точно вылилось. Поэтому для нее мы сделаем специально... Дадим этому кувшинчику попить. Конечно же, больше он не сможет так же работать, как и обычные кувшинки. Это точно. Но мы можем просто продлить срок его чуть-чуть жизни. То есть кушать он больше сам точно не сможет. Но чтобы он себя более-менее нормально чувствовал... Не знаю, вы видите, нет? Так вообще нервничаю. Переживаю. Все правильно открыть. Самое главное не допускать, чтобы эти кувшинки переворачивались. Это важно. Поэтому я приготовила дистиллированную воду. Я ее купила в магазине автозапчастей. Она там продается для аккумуляторов, для утюгов, пожалуйста. Для наших увлажнителей воздуха. Так. Она чувствует как запаковано. Как же тебе распаковать-то правильно? Чтобы все это было... Давайте я сейчас его аккуратно распакую и покажу, что у меня получилось. Ну вот, посмотрите. Давайте рассмотрим его прям поближе. Что у меня получилось. Распаковала. Так. Я поставила его на поддон. На поддоне у меня здесь камушки. Камушки тоже промыты дистиллированной водой. Почему? Это растение нужно поливать у него верхний полив, пока вода стекает в поддон. И водичка в поддоне может стоять, но только если корни сами не достают этой, получается, воды. То есть на камушках он может стоять и тем самым камушки будут отдавать влажность и создавать еще большую влажность. То есть это растение, которое не любит просушек абсолютно никаких. Вот. Давайте мы его с вами попоем. Я посмотрела кувшинки у него. Вот эти они у него сухие. Здесь, я повторюсь, у меня еще раз это дистиллированная вода. Вот. Заполнять кувшинку нужно на одну треть. То есть не половина, да, а одну треть. Буквально. Буквально чуть-чуть. Сейчас я посмотрю. Вот когда вот эта кувшинка сверху открывается, это говорит о том, что кувшинка хочет кушать. То есть она готова кушать. Ну, а вот эта, к сожалению, она сама по себе уйдет. Я переборщила. Да, да, да. Прям переборщила. Сейчас обратно заберем. Вот. Не посмотрела, как сделала. Хотя, я думаю, ее можно прям перевернуть, но все равно уже перевернутая у нас и была. Нужно вот так вот слипть чуть-чуть. Все, этого, я думаю, достаточно. В принципе, в них так-то видно, сколько там водички. Можно наблюдать. Вот, видите? Нет, не видно вам, наверное. Ну, я вижу. На просвет реально, сколько там водички. Тут еще можно, кстати, долить чуть-чуть. Чуть-чуть вот в эту кувшинку. Можно вот так, не больше. И все. Так. Так, мы их попоили, да? Мы их попоили. В общем, это не пэндес. Название сорта я добавлю. Добавлю. Вот. Что еще хотела рассказать? Ну, вообще, сами по себе, конечно, это интересные растения. Хищники, они любят хорошее освещение. Им нужна хорошая влажность. Вот сейчас я, кстати, вот сюда еще добавлю немножко водички, чтобы внизу была вода. Вот так вот, чтобы была влажность. Ну, и на сегодня, конечно же, я оставлю его в покое, но он нуждается в пересадке, так как их пересаживают весной. Грунт у них очень интересный, составляющийся из перлита, верхового кислого торфа и муха. Никаких удобрений, ничего абсолютно им нельзя. Вода только дистиллированная. Знаете, какое можно удобрение, я читала? Я читала, что можно удобрение осмокот, буквально пару гранов, но он добавляется непосредственно в саму кувшинку. Смотрите, какой интересный, боже ж ты мой. Все в волосиках. Интересные такие итоги. Вы знаете, сказать вам, что я там какой-то суперспециалист по хищным растениям, скажу, что нет. Но я очень много читала, прежде чем вообще купить какое-то растение, да, приобрести его, я сначала все-все про него прочитаю. Абсолютно все. Больше всего мне нравится, что это подвесное растение, то есть его можно держать в подвешенном состоянии. И само по себе оно особо не прихотливо. Только нужно смотреть за уровнем жидкости в кувшинках, подкармливать иногда именно, то есть, допустим, какая-нибудь муха. Если, допустим, муха, то это можно в одну мухоловку вкладывать раз в месяц, одну муху положил и забыл. Вот. Скажем так, очень интересное растение. Почему именно не пентес? Я вам сейчас скажу. Вы знаете, раньше у меня была виниринная мухоловка, в свое время я ее приобретала, и, к сожалению, мы с ней не подружились. Она у меня погибла. То есть, мало того, что... То есть, я так и не поняла, в общем, как за ней ухаживать. И это была поздняя осень, а в зиму им нужно было отдыхать. Вообще, все растения, которым нужно отдыхать, я с ними не могу подружиться, честно вам скажу, потому что супер-гипер... какая-то заботливость мне не дает пройти мимо растений и сказать ему, я тебя не полью. Хотя с морковками я, ну, хочу подружиться, а они все-таки спят всю зиму. Ну вот. Поэтому я и не подружилась с ними. Так вот, из всех хищников не пентес это единственное хищное растение, которому не требуется спать зимой. То есть, он себя абсолютно комфортно чувствует, как зимой, летом и во все времена года. И мне это нравится. Никаких каких-то определенных условий для него сильно-то и не надо. Главное, не заливать. Главное, чтобы внизу не было у него, то есть, корни, чтобы не стояли в воде, но при этом, чтобы у него было всегда влажненько. Вот как-то так. Слушайте, ну, я довольна вообще капец как. В общем, первая посылочка распакована. Непентес я сейчас уберу, съезжу на почту и там у меня пришли еще... А не скажу. В общем, сами все увидите. Ну, вот вторая посылочка. Я ее забрала. Как видите, она идет с логотипом магазина. И я думаю, что вы все догадались, что у меня здесь. Понятно, что это адениумы. Самое главное, давайте посмотрим, какие прививки мне пришли. Какие прививочки. Как упаковывается. Сейчас все-все посмотрим. Как она тут у меня должна быть. Вот так. Так, вот так. Ого! Они с листвой, ребят. Они с листвой. Нет, ну, просто, когда в прошлый раз я получала адениумы, у них листвы-то не было. А эти с листвой? Так, вот она, первая прививочка. Вот так она выглядит. Номер 5. Название, конечно же, добавлю. Светленькая. Какая-нибудь, конечно, мягково, но это абсолютно нормально. Так, первая. Ну, я так думаю, что листочки, конечно же, все отпадут. Они уже отпадут в таком состоянии. Вот она, вторая прививочка. Так. Тоже вот такая корневая. Все замечательно. Ну, а это... Ну, а это... Ну, а это... Могу сразу вам сказать, но я думаю, вы и так все знаете. Ну, мадам... Это мадам Баттерфляй. Боже мой, хотелка. Это прям... Хотелка. Вот таким вот у нас у нас... Корешки. В общем, так, смотрите, корешки, конечно... Листочки эти я сейчас поснимаю, как таковы. Какие снимутся, все снимутся. Остальные сами отпадут. Это точно. Вот. Не такую уж я там огромную тоже профессионал, да, но я уже встречала и адаптировала прививки. Что я обычно делаю? Я... Сейчас я... Боже мой, знаете, тут еще у нас вот такой вот бонусик семечки. Так вот, что я сейчас делаю? Я разведу обязательно фунгицид. Скорее всего, фривикур Энерджи разведу в теплой воде. Вот. И положу их туда. Ну, на полчасика точно. Они полежат полчасика у меня. Фунгициди. Потом я их достану. Обработаю оберроном от клещей. И оставлю на всю ночь сушиться. А завтра буду делать посадку. Конечно, кого ждать-то? я так думаю, можно и посадить. Быстрее адаптируется. Ну, вот такие у меня ладышечки пришли. Благодарю вас всех за внимание. Побежала дальше заниматься растюшками. Сегодня у меня насыщенный день. Сегодня у меня купили мои стриптокарпусы. Так что, сейчас девчонки приедут, будут забирать моих стриптокарпусов. Ну, а я в общем, желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Пишите комментарии. Надеюсь, что, да, завтра-завтра сниму ответ на еще какое-нибудь видео. До новых встреч и пока-пока.